Добрый день, дорогие друзья, с вами снова я, Кравцев Сергей. Тема у нас сегодня достаточно непростая. Это нарцисс и плептоид. Вы задавали вопросы, может ли быть такое, и как это будет выглядеть, грубо говоря, с чем это едят. Так вот, тут зависит, какой будет первичный психотип и вторичный. Первичный можно в каком-то смысле назвать ядром. Это то, что формирует целостную личность нашего, нарциссы или плептоида, и нужно понимать, как это будет проявляться. Если ядром является нарциссический тип личности, если человек нарцисс, возможно, его воспитывали плептоиды, и они привели ему первое плептоидное качество, то при первом же тестировании, возможно, вы выявите чистого плептоида здесь. И работать с таким человеком будет сложно, но в каком плане вы можете очень поздно выявить нарциссические черты. Они могут проявляться в излишней грандиозности в вещах. То есть он будет похож на эпилептоида истероида. Это могут быть, опять же, грандиозность и склонность к покупке каких-то статусных вещей. Обратите внимание. И если бы это был истероид, или будет истероид, отличить его от нарцисса можно только лишь тем, что он будет более ярче это все демонстрировать. Через социальные сети более ярко озвучивать свой не конкретно социальный статус, а как бы, грубо говоря, показывать свою крутость. В чем это может заключаться? Ну, опять же, истероид должен демонстрировать это на публику каким-либо образом, таким более объемным. Помимо социальных сетей, это может сказываться и на профессиональном ведении деятельности, и также это может сказываться, соответственно, и в одежде. Она будет иметь более яркие оттенки, тона, да. Обратите внимание, это вообще яркая черта истероидов. То есть, они вот такие очень яркие в плане выбора одежды. И у пилиптоида сразу костюм, допустим, его деловой, приобретает такие, ну, достаточно яркие цвета. Ну, достаточно вспомнить цвет из фильма «Джанго освобожденный», да, такой ярко-голубой цвет костюма, который был на чернохожем парне. Вот примерно такой цвет может выбрать себе и пилиптоида истероид. Тогда как нарцисс может отдать предпочтение не цветовой гамме одежды, опять же, это не абсолютно всегда так, ну, я вот просто вам говорю, как это можно отличить, а может, соответственно, отдать предпочтение ценнику этого костюма. Он может надеть кольца дополнительно, кольца обязательно должны быть дорогие. Поэтому нарцисс – это история про статус, про то, как я показываю свой статус, как я его грандиозно демонстрирую. А, соответственно, история про истероида – это про то, что я хочу выделяться. И все. И мне не обязательно выделяться, ну, прям сверх статусом. Все будет достаточно, должно быть, может быть, недорого, но самое главное – бросок. Самое главное – бросок, чтобы все это увидели. Вот. Это я как-то сформировал. Это отсекли дальше. И пилиптоид нарцисс будет где-то вас унижать. Да? Если особенно нарцисс – это первое, если это, соответственно, ядро наше. Если ядро эпилептоида, то, соответственно, та же самая ситуация, только нарциссические черты менее выражены, но они все равно есть. Разобраться, где ядро, на это могут уйти годы даже иногда. Ну, как правило, год даже, если вы не очень-то близко общаетесь с человеком, на полгода точно. Поэтому нужно разобрать главные признаки. Пилиптоид нарцисс может в каких-то моментах вас унизить или подставить. Но как это будет выглядеть? Это, в принципе, точно так же будет выглядеть, как у обычного нарцисса. Ну, к примеру, вам могу рассказать такой случай из жизни, который мне рассказывал один мой человек, клиент. Ну, такая ситуация немножко неприличная, конечно, крайне неприличная, крайне неудобная, но бывает такое у людей. Два человека пришли на похороны дальнего родственника. Дело в том, что это родственники, которые не виделись. И один, я даже был у Димуни, я немножко с ними знаком, значит, он имел вот такой эклиптоидно-нарциссический склад. Что он делает? Он начинает шутить. Они как бы разогреваются, да, они выпили немножко, и они вместе о чем-то шутят, ну, как-то такой в формате черного юмора. Потом они подходят в общую компанию родственников, и, ну, видно, что у них несоответствующее настроение, хотя они ничего не говорят. И тут мой клиент, он, соответственно, выдает, ну, какую-то вот шутку, о чем они шутили, да. И этот эпилептоид-нарцисс, он как бы ему делает тут же замечание, ты что, нельзя о таком шутить? Он гораздо старше него, и, соответственно, все кидаются на него, и тот вообще в шоке. Понимаете, человек вообще в шоке, он не ожидал такого. Они подошли как бы к его ровесникам, к, так скажем, там, ну, где-то эклиптоиду-нарциссу было лет 30, может быть, этим ровесникам было по 20, и они теоретически должны были оценить шутку, но тоже ввиду, так скажем, статусности определенной эпилептоида, они вынуждены были занять его позицию, и вот вам, пожалуйста, простая манипуляция. И такие манипуляции все равно нарцисс будет проделывать. Но в остальном, во всем поведении, это будет чистый эпилептоид, и могут отсутствовать, вспоминайте мои предыдущие видео, могут отсутствовать вот эта лекционность классического эпилептоида и заготовленные вещи, то есть он будет более скрыт, такой нарцисс, дорогие друзья. Ну вот, надеюсь, я как-то вкратце описал эпилептоида нарцисса, базовые тезисы такие, которые, соответственно, будут ему соответствовать. Не забывайте, нарцисс – это история про статус, даже если это эпилептоид. Дорогие друзья, с вами был Крафт Сергей, подписывайтесь на мой канал, я жду вас на своих консультациях онлайн, и да пребудет с вами здоровье! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!